Добрый день! Я Любовь Акильна, рада всем зрителям телеканала «Союз» и всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы с вами находимся в домовом храме в честь введения во храм Пресвятой Богородицы при Московском финансово-юридическом университете. И я с огромным удовольствием представляю вам моих сегодняшних собеседников. – Отец Сергий Вязьмин, клирик храма в честь преподобной Фросини Великой Княгини Московской в Котловке. – Здравствуйте, отчим! – Здравствуйте, Ольга Согимовна! – Очень рада вам. И Светлана Алексеевна Забелина, проректор университета. Добрый день! Очень тоже рада вас видеть. – Здравствуйте, Сергей Трофимовна! – И тема нашей передачи, которую мы сегодня выбрали – это духовное воспитание молодежи, современное состояние молодежи. И что надо делать нам, и светским людям, церкви, для того, чтобы наша молодежь приблизилась хоть в какой-то степени к религии, к Богу, и немножко задумалась о себе, о своем духовном состоянии. Отец Сергий, по вашему мнению, вы давно служите, вы давно священник, несмотря на молодые годы. По вашему мнению, чем-то меняется молодежь? Она же к вам все время приходит в храм, приходит на исповедь. О чем-то говорит. Не только, наверное, кается в грехах, но, наверное, просит ответов на какие-то недоименные для них вопросы. – Конечно, приходит молодежь. Тем более, с каждого года молодежь у нас становится все более образованной. И, соответственно, специфика вопросов, она тоже расширяется. То есть, относится уже к церкви не просто к тому месту, где просто хорошо и тепло на душе, где можно, так сказать, поправить свое духовное состояние, как часто люди так рассуждают. Но, наверное, самое главное, что возникают вопросы, как жить, как действовать, к чему стремиться. И в этом вопросе у церкви, я бы сказал, не сказал, что есть готовые решения. Потому что церковь тоже, она же находится в истории, находится во времени. И, соответственно, взять, допустим, учебник условных ГР, как разговаривали с людьми в 19 веке, это сейчас не подойдет. То есть, церкви необходимо говорить с людьми на понятном им языке. А если этого нет, то у людей возникает такое несоответствие. Как так? Мы к вам пришли с таким вопросом, а вы нам говорите словами из, не знаю, из потеряков. Но это будет не совсем как бы уместно. Поэтому, тем более, все-таки потеряки большие от духовности, и то тоже здесь надо рассуждать, подходит к человеку этот момент или не подходит. А в плане каких-то жизненных вопросов, здесь нужно, наверное, самому священнику еще находить ответы вместе с молодым человеком, который приходит. Потому что священник тоже ведь растет, он тоже развивается. Соответственно, на какие-то вопросы он дает ответы, не как какое-то готовое решение, а узнает сам, интересуется, читает, познает. Поэтому это тоже такой очень широкий спектр развития, как и священника, и молодого человека, который пришел к священнику с каким-либо вопросом. А как, по-вашему, такие домовые церкви, часовни, которые создаются сейчас при воинских частях, их очень много, в университетах, в вузах, они могут поспособствовать какому-то развитию молодежи в их духовной жизни? Я думаю, что само просто наличие, просто наличие, как факт, наверное, не совсем. Потому что, ну, есть и есть. Царство краси тоже были, но люди, так сказать, если ходили, кто-то хотел пожелания, кто-то хотел не пожелания. Я думаю, что главная здесь задача, наверное, стоит в том, чтобы, если люди и хотят приходить в храм, или если их приводят, чтобы это было по желанию. Потому что, если это дойдет на таких рельсах, что вот ты должен, у тебя там урок, ты вместо того, что ты там шатаешься возле входа, куришь возле этого, возле парадной. Иди в храм, заходи, так сказать, чтобы тебе это, как время тратить, не тратить зря. А человек не хочет. То, конечно же, это не очень будет хорошо. Поэтому если просто наличие храма, это как бы предоставляет возможность человеку. То есть он, может быть, задумается или заинтересуется, увидит. То есть это, как бы, вот некий такой, может быть, это грубое слово, конечно, скажу, но, своего рода, некий такой религиозный маркетинг. Человек приходит и видит, что есть храм. Он, может, сейчас не задумывается об этом. Потом какое-то, там, какое-то жизненное обстоятельство в его жизни случилось. Ну, что-то произошло. И он подумает, а дай-ка сказать, спрошу, узнаю, поинтересуюсь. То есть как бы представляется возможность человеку. Если с такой стороны подходить, то, наверное, это тоже плюс. То есть у человека есть возможность. То есть и возможности не было, а теперь, верно, есть. Поэтому это вот тоже, наверное, такое вот, я думаю, решение. Светлана Алексеевна, наверное, очень много студентов появляется в вашем храме. Я думаю, перед сессиями, наверное, да? Вместо того, чтобы подкладывать пятачки, в мое время там все пятаки клали в обувь, то, чтобы получить хорошую оценку. А сейчас, наверное, они приходят в храм перед сессией поставить свечку. Да? Конечно, да. Храм очень открыт для студентов. И у нас университетом ФЮА является одним из первых вузов в стране, который ввел курс «Основы духовно-народственной культуры». Если не первый. Да. Такое ощущение было, что он вообще первый. Да, скорее всего. Во всяком случае, именно он же вводился в этот курс, Светлана Алексеевна, как учебное занятие. Да. То есть туда приходили, были педагоги, приходили священники, священники, преподавали и студенты сдавали экзамены и зачеты. Да? То есть он был первый. Это было... И, кстати, ребятам я знаю, что очень нравилось и нравится. Им нравится. На самом деле это очень важно. Это же одна из основных, основополагающих дисциплин. Почему? Потому что закон Божий, он в разных даже конфессиях совпадает по основным критериям. У нас, конечно, мы понимаем, что у нас ребята разных конфессий обучаются. Но вопросы духовности, они трогают души подростков, души молодых людей. У многих есть недоверие. Многие выросли в такой атмосфере постоянных вызовов из средств массовой информации. К сожалению, не все понимают, как войти в храм, немножечко побаиваются. Не всегда знают основы духовно-народственной культуры России. А ведь не знают свою историю, свою культуру, как дальше развиваться. Поэтому у нас этот курс проходит, но он частично затрагивает основы духовно-народственной культуры России, закон Божий. Больше это как диалог ведется со студентами. И даже психологическая помощь, можно сказать так. Ребята просто пытаются найти ответы на свои внутренние вопросы и разобраться в самих себе, понять, как устроен мир. Потому что в законе Божьем, в принципе, все об этом и сказано. То есть это правильно, Андрей Сергеевич, вести именно диалог? Даже если это обязательный курс для обучения, и ты знаешь, что все равно должен что-то выучить и сдать зачет. То, о чем Светлана Алексеевна говорила. То есть вот в таком предмете мы должны от каких-то правил учебных отступать. Ну, конечно же, все-таки курс, я так понимаю, тут тоже, когда ты здесь преподавал этот курс, то есть здесь без диалога никак не обойтись. Потому что все-таки любое морализаторство, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Если не делаешь это, у тебя вот такие проблемы будут. Это не решение. Потому что, во-первых, говоря так, оно может так и не случиться. И это играет даже в обратную сторону. Если ты будешь все делать как надо, это не значит, что ты обезопасишься, вот все, у тебя будет все прекрасно. То есть это тоже такое вот, слишком, наверное, такое, как сейчас модно говорить, слишком такое бинарное мышление. Либо так, либо так. Но это немножко, наверное, все гораздо шире. И поэтому диалог в нем очень нужен. Потому что если не будет диалога, то и не будет доверия человека к преподавателю. Будь то священник, диакон или просто прославный христианин, который будет преподавать этот предмет. Потому что в диалоге есть возможность задать и более какие-то такие вопросы не по теме. Может быть, даже какие-то сложные вопросы задать, обсудить их. Не просто прикрыться какой-то официальной формулировкой. Вот это грех, а почему? А вот грех, и не спрашивать. Чтобы было какое-то рассуждение, где-то, может быть, даже и полемика. Тем более в истории церкви и общества это полезно. Чтобы была дискуссия, обсуждение. Тогда человек будет понимать, зачем это и почему и как. А если это просто вот сухое морализаторство, которые вот вам пунктики, если вы будете исполнять их, будешь успешен в жизни. Но это немножко все-таки не работает. Светлана Семеновна, а как вообще появилась идея открытия такого храма? Ведь это же очень давно было. Да, это давняя мечта не только ректора, но и студентов. У нас же студенты участвовали в создании храма. И в России не московской. Была такая акция «Эминой кирпич». Ребята занимались волонтерством, закупали кирпичи, подписывали. Мне кажется, половина храма построена. Я помню, кстати, этот момент, этот даже день. Я помню, когда ребята приезжали, просто глаза горели. Знаете, я такого действительно огромного количества молодежи, которая добровольна. Да, потому что современную молодежь, простите, но не загонишь на субботник по строительству храма. Это бесполезно. Очень много пришло. И ребят, причем, что радовало. Пришло много молодых людей, девушек. И они так радостны. Эти белые, они белого цвета. Эти были кирпичи. Они их вкладывали. У меня даже где-то мы снимали, даже где-то там пленка сохранилась. И они тщательно подписывали там о здравии своих родных, близких. Но это действительно было просто что-то такое феноменальное. Это же счастье, прикоснуться с историей. Сейчас они проезжают мимо храма, знают, что это их храм, что они в него вложили, будут показывать детям, внукам. Там мой кирпичик. Да, там мой кирпичик. И в любом случае, все же мы знаем, когда ты делаешь добро, оно возвращается в Троице. Поэтому это такой прекрасный жест, который, мне кажется, научил их тому, что созидать, делать добро – это счастье. В этом-то и есть счастье, когда ты кого-то делаешь счастливым, создаешь что-то, что остается в века. И поэтому наши студенты благодарят подобным акциям – высадка деревьев, строительство храмов. А вот, кстати, Салантин, я хотела вас спросить. Вы же ездили на Куликово поле. Это вообще было что-то фантастическое. Там есть такая, отец Сергей, акция, не очень любит это слово, но другого пока подобрать не могу, которая ежегодно проводит сам музей, музей-заповедник Куликово поле. Они хотят же восстановить Зеленую Дубраву. Засадный полк, где прятался. Да, ту самую, где стоял засадный полк Владимира Андреевича Серпуховского, который, собственно, и решил исход Куликовской битвы. Но понятно, что со временем Дубовую рощу все вырубили. Причем я даже слышала о такой версии, что храм первый деревянный, который Дмитрий Донской построил, на месте общей могилы, когда там хоронили погибших на Куликовом поле, он был выстроен как раз из дубов, вот из этой дубов, вот этой самой Зеленой Дубравы. Ну, а со временем, понятно, и пожары, и высадки, и все. И сейчас там сажают эти дубочки. Да, спасибо ему, Сергей. Да, и когда предложил, директор рассказал, я говорю, слушайте, а давайте мы ребят туда отправим, бросим клич, кто хочет посадить дубы в Зеленой Дубраве. Ваши студенты, Светлана Севна, откликнулись. Расскажите. Да, подкликнулись студенты не одного вуза, а двух. У нас здесь учатся студенты и МФУА, и университета МАСИ. Соответственно, МИТУМАСИ, да. Студенты двух вузов поехали как раз на Куликово поле. Для них это было счастье. Во-первых, они погрузились в историю, вспомнили об этом великом событии для нашей Родины. Погрузились, стали участниками возрождения этой дубовой рощи. Ведь она действительно очень символичная. Благодаря тому, что была эта роща, благодаря тому, что смогли так стратегически, верно решить, укрыть полк в этой рощи, мы одержали победу. И это очень важно. Это патриотический дух у ребят растет. Они понимают, погружаются в историю и соприкасаются с ней, возрождая. И дубки, высаженные, кстати, из семян тех самых дубов, которые там росли. То есть это, в принципе, все очень гармонично, очень исторично. Причем это именно то самое место. Я когда беседовала с Гриценко, Владимиром Петровичем, директором генерального Куликова поля, он сказал, что по состоянию почвы, есть такие ученые, по состоянию почвы они определили, что это именно это место, где была эта дубовая роща. Нигде иначе. То есть они исследовали почву Куликова поля. Ну уж, естественно, я не специалист, но специалисты знают, что там по каким-то, там, может быть, по состоянию почвы можно определить, что здесь росло. Они нашли, определили, и вот теперь, Светлана Алексеевна, скоро будут вырастут дубки Московского финансово-юридического университета. И не Московского, что на строительном институте. Вот это правильно тебе, Сергей. Может быть, вот это тоже какое-то восполнение этого духовного образования, воспитания, вот когда что-то, говоришь, ребята, давайте сделаем своими руками, поедем там лопатой. А я думаю, что здесь не только аспект такой патриотический, там, исторический, или духовно-моральный. Я думаю, что аспект, наверное, включенности человека в какое-то дело. Ведь как маленького ребенка ему тоже хочется, чтобы вот с ним занимали, что он что-то делает вместе с родителями. То есть, когда включенся какой-то процесс. По этому молодежи здесь то же самое, что вот они включены в какой-то процесс. То есть, если мы не предоставим возможность с ним включиться в какой-то положительный процесс, они включаются в негативный процесс. И таким образом, они будут куда-то включены, наверное, я думаю, так. Наверное, все-таки, вряд ли люди будут просто аморфными. Они, скорее всего, будут либо туда двигаться, либо на другую сторону двигаться. Потому что все-таки молодежи хочется Какого-то такого движа Да, 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 потом это же коллектив Они все вместе Наконец-то они от айфонов оторвались И они друг с другом общаются Непосредственно Телефоны, они общаются Непосредственно с друг другом Знаете, был какой-то чудный совершенно Отвлекусь Яролаш, там как это было Совершенно чудная серия Мальчика и девочку пока Ну там лет они, наверное, ну может быть 13 И они встречаются И вдвоем идут И как-то не знают о чем говорить Идут, 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 идут А потом берут телефоны Вот рядом идут, берут телефоны И начинают друг другу звонить и говорить На телефоны у них начинается общение Понимаете, то есть Такое вот телефонное общение началось Друг с другом Такое не личностное А вот здесь возможность действительно что-то сделать коллективно Я вот знаю, Светлана Алексеевна Что у вас сейчас тоже такая проходит Акция, вы собираете гуманитарную помощь Тоже, да, решили? Да, мы регулярно сотрудничаем с проектом «Мы вместе» И сейчас, конечно, наша страна переживает большое испытание И весь русский народ И, конечно, надо время объединяться И вносить свой личный вклад В поддержку тех, кто нуждается в помощи И, конечно, жертвы Беженцы из Донбасса Нуждаются в этой помощи Мы начали Со вчерашнего дня Начали собирать гуманитарную помощь Уже привезли Составили список Потому что он открыт Все могут принять участие Действительно То есть это для ваших студентов, да? Это и студенты, и преподаватели Собирают На самом деле Все переживают Все переживают А как можно Повлиять на ситуацию? Помогать Помогать Психологическую помощь Поддерживать людям И Центр психологической помощи В колл-центре наши студенты работают И, конечно, сбор гуманитарной помощи Мне кажется, что это Очень правильный Своевременный жест Надо объединяться И думать Как можно помочь ближнему Вокруг нас Очень много людей Которые нуждаются в помощи Но сейчас кому-то Особенно тяжело Поэтому Мы решили Наш студенческий совет И ректорат То есть это была инициатива Даже ребят, да? Да, да И ректорат У нас очень активные Студенческие советы В двух вузах И в МАСИ И в МФЮА Они очень так тесно сотрудничают Объединили усилия И сейчас вот создали Такую Пункт по сбору Гуманитарной помощи В ближайшее время Будет, кстати, ярмарка Благотворительная По-моему, даже на завтра Запланировано Ребята принесут Поделки Там, я не знаю Угощения Пирожные Что-то, что они сделали Своими руками Может быть, варенье сварили Ну, там Чего они только не делают На самом деле Очень Болгийский студент У нас И Будут продавать Это Эти 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 поделки Вот эти Небольшие Предметы Которые они будут Создали Своими руками А все Собранные средства На них будут Закуплены Гуманитарная помощь Ну, а вуз Решил поддержать Это таким образом Что каждый Рубль Будет умножаться На три И Сумма будет Увеличиваться Соответственно В три раза Таким образом Люди будут понимать Что Вкладывая Сто рублей Они жертвуют На самом деле Четыреста Вот Что А где будет Ярмарка Это Где она будет Проходить Здесь у нас В технопарке Наукоград Вот Так что Технопарк Наукоград А покупать-то Кто будет Те же студенты Преподаватели Все Все Кто не смог Что-то сделать Своими руками На самом деле У нас проводилась Подобная акция В прошлом году И Раскупили Все очень быстро Очень Талантливые студенты Такие вкусные Печенки готовят Потом Какие-то сувениры Они сделали Какие-то брелки Я не знаю Ну Студенты творческие Поэтому Талантов у них много Вареник Кто-то варил Преподаватели Какие-то приносили Все А все собиралось Там Масси коины Продавались И МФЮ А коины Можно было их купить Поэтому Те кто Продавал Они получали Не деньги А вот такие Маленькие монеточки И Становилось понятно Что вот Из этих средств Можно В тот раз Мы жертвовали Приюты для собак То есть Ребята Собранные средства Поехали в приют Где Бездомные животные Живут Купили корм Для животных Все что требовалось То есть В собачьем приюте Ну тогда Была такая проблема Но сейчас Все гораздо Более серьезно Поэтому Мы собираем Сейчас средства И уже Вуз принял решение Что будет Таким образом Как-то поддерживать Инициативу студентов Что Несмотря на то Что Может не очень много Средств не соберут Но мы Их поддерживаем То есть Отец Сергий Это важно Вообще Какое количество Средств Соберут Павел Он сейчас такая Ребята Инициатива Но я не думаю Что они прям Миллионы Соберут Но здесь дело Ведь не в самих Средствах А дело опять же В увлеченности Людей То что они Помогают Как вы говорили То что Студенты Посадили Дубы Отлеклись от своих Телефонов А ведь на самом деле Наверное Вот в наше Это время Стоит и нашим Взрослым людям И нам самим Оторваться от новостей Да там Без того Сидеть С самым святым Нагнетать установку В своей душе В своей семье А действительно Обратить внимание На то кто нуждается В этой помощи Нуждаются в помощи Кто рядом с нами Находится Потому что Это попытка Всегда Просто посмотреть Сказать А чего же не помогают А как есть возможность Самим помочь И я знаю Что сейчас в Москве Действительно помогают И беженцам А даже Помимо беженцев До этой ситуации У нас много В стране малоимущих людей Разных Субъектов Российской Федерации Из ее пределами Много Люди нуждающихся И поэтому люди помогают Поэтому здесь то же самое Думаю что Смысл в том Чтобы действительно помочь Не ради Какого-то Собственного пиара Вот я сейчас Как сказать Сделал дело Сделал фотографию Отправил отчет Мы сделали все Говорю о молодец Аплодисменты И благодарность вам выпишем Если делается ради этого Наверное все-таки это неправильно Потому что на чужом горе Тоже пягется Вообще пягется нехорошо На чужом горе тем более А если мы хотим Помочь человеку То есть надо помогать Потому что помощь Это то что Действительно делает нас Делает нас людьми Потому что Это выражение нашей любви Нашей заботы О том Кто упал в тяжелую ситуацию То есть должны мы Нашим ребятам доверять Ну конечно Вообще надо стараться Уметь доверять Это очень сложно Очень сложно Потому что все-таки В аспекте доверия Лежит любовь Как вот Агрита поспал Любовь Она всему верит А вот Отсутствие любви Она заставляет Подводит Точнее Подводит человек К тому Что человек Перестает доверять Он везде ищет Какой-то подвох Поэтому здесь Надо тоже стараться Как-то вот Сложно конечно Это Но Надо стараться Стремиться Потому что Если есть возможность И как раз Я понимаю Что институт И предлагает Студентам Возможность Опять же Помочь Это уже не заставляет Их Нет Конечно То есть там же Никто Силанцин Не стоит Не записывает Я даже не знаю Кто купил Так это хорошо Когда помощь От чистого сердца То есть этого Когда человек Добровольно Это делает Действительно Всегда ценно Три минуточки У нас осталось До окончания программы И я хотела Знаете Еще За это время Оставшееся О чем сказать Наверное Года полтора Два Что ли Назад Сейчас точно Не помню Вот Я предложила Меня попросили Вернее Помочь Организовать Концерты Какие-то Подарки Там была Годовщина Снятия блокады Ленинграда И землячества Здесь Нынешнее Санкт-Петербургское Попросила Может быть Студентов Помочь Нам Какие-то Подарки Разнести Развести Потому что Здесь Есть еще Дети В Москве Живут Блокадного Ленинграда И я Как раз Обратилась К Алексею Григорьевичу Светлана Алексеевне Арктерского Искусства Международная Академия Свободных Искусств И там Конечно Студенты Актеры Специально Ставят Спектакли Тоже Для детей Из Донбасса У нас Планируется Серия Спектаклей И В тот раз Тоже Мы с радостью Поставили Спектакли Для студентов Встречи Со старшим Поколением Это Большое Подспорье Потому что Общаясь С людьми Прошедшими Тяжелые Времена Ребята Обогащаются Их опытом Жизненным Они Не только Дают им Радость Когда Ветераны Приходят К ним На концерт Но они Еще тоже Получают В ответ Потому что Потом они Пьют чай Вместе Общаются Разговаривают И таким образом Эта Ценная Информация Ценный опыт Переходит Ребятам Они начинают Понимать Как Все устроено Насколько Многогранна Это жизнь И Как важно Помогать Друг другу То есть Одно дело Услышать А другое дело Видеть людей Которые Реально Расскажут о том Как они жили Вот на эти Там Грамульчики хлеба И я Мне говорили о том Что сами Вот эти Блокадники Дети И взрослые Даже Очень просто Плакали Когда ребята К ним пришли Они были Настолько Тронуты Тем Что произошло Что к ним Пришли молодые люди Что они Сами Вызвались Сделать спектакль И принесли подарки Ну там просто Были сплошные рыдания То есть вообще Вот такое Происходит Единение поколений О чем мы мечтаем Чтобы все-таки Мы друг друга Понимали Пусть одни Выросли Без телефонов А другие Выросли на айфонах Но тем не менее Суть-то у нас одна Это я думаю Самое важное Здесь во всем этом Это Две такие составляющие Как и в общественном ключе И в цирковном ключе Это диалог И искренность Это самое важное Это действительно Наверное Можно стать По-настоящему По-настоящему Настоящим человеком Огромное спасибо Хочу напомнить Хочу напомнить Что сегодня В нашей программе Принимали участие Священник Сергий Вязмин Клерик храма В честь преподобной Фросини Великой Книгини Московской В Котловке И Святана Алексеевна Забельна Проректор Московского Финансово-юридического Университета МФЮА Ну а я по нашей традиции Желаю всего доброго Вам Вашим семьям Вашим близким И жду вас Каждую субботу В 13 часов По московскому времени Субтитры создавал DimaTorzok